Здравствуйте, дорогие друзья! Убедительная просьба подписаться на канал и поделиться видеороликом с друзьями, а также мы ждем ваши комментарии, лайки и дизлайки. Игорь Костолевский, звезда отечественного кинематографа. Актер давно носил титул кумира миллионов, покорил тысячи женских сердец. Мужское обаяние Игоря не могло оставить без внимания актера, все, кто смотрел фильмы с его участием, сразу же становились частью армии поклонников. Причем по красавцу вздыхали не только зрительницы, коллеги по площадке тоже мечтали о романтических отношениях. Но только роман с актрисой Еленой Романовой перерос в серьезные и долгие отношения, 20-летний брак. Союз Елены и Игоря многие ставили в пример. Семья жила в любви и гармонии, вместе супруги заботились о больном сыне. Игорь был верным и внимательным мужем, после съемок всегда спешил вернуться домой. Поэтому новость о том, что Костолевский завел отношения на стороне и теперь уходит из семьи, чтобы связать себя узами брака с французской актрисой Авиланд, стала настоящим шоком и ударом для Елены. Причем о предстоящем разводе и будущей свадьбе своего мужа Романова узнала не из первых уст, услышала в одном из интервью Игоря. В студенческие годы у Елены были довольно серьезные отношения. Яркую и талантливую русскую актрису, заметил издатель из Америки. Встреча Майкла и Елены произошла во время одной из международных выставок книг, там Романова подрабатывала в качестве переводчицы. Несмотря на то, что американец был старше Лены на 10 лет, девушка приняла ухаживание. Мужчина был очень внимателен, заботлив, красиво ухаживал, а еще не скрывал серьезных намерений Майкл, планировал жениться на Романовой. Во время пребывания Майкла в России молодые люди постоянно созванивались и встречались. Когда пришло время вернуться в США, пара продолжила отношения по переписке. Спустя какое-то время жених прислал Лене обручальное кольцо. На тот момент девушке было 23 года, и она еще не догадывалась, что судьба приготовила для нее кардинальные перемены. Романову пригласили сниматься в фильме отпуск за свой счет. Именно во время этой работы состоялась ее судьбоносная встреча с Игорем Костолевским. В фильме Романова играла невесту Игоря. Романтические чувства переросли в реальность, вся съемочная группа с замиранием сердца смотрела на красивое и стремительное развитие отношений. Романова не смогла устоять перед Костолевским, поэтому дала отказ американскому ухажеру. Еще тогда многие знакомые не поняли такого решения актрисы, ведь в браке с Майклом ее ждала спокойная и размеренная жизнь в достатке с любящим супругом. Но Лене настолько вскружили голову романтические чувства, что она ни о чем не жалела. Даже после развода с супругом Елена вспоминала, что жить с ним было комфортно. Игорь был любящим и заботливым, принимал участие во всех домашних делах. Костолевский был однозначной главой семьи. Актриса утверждала, Игорь – идеальное решение для большинства женщин. Костолевский перетащил жену служить с ним в один театр. Протеже популярного актера сразу же задействовали в нескольких проектах. Молодая жена быстро научилась игнорировать повышенное внимание поклонниц к своему супругу. Игорь не давал повода для ревности. А уж с рождением сына Костолевский и вовсе начал проводить с семьей все свободное время. С раннего детства мальчику поставили неутешительный диагноз – бронхиальная астма, поэтому ребенок нуждался в повышенном внимании и заботе. Ради того, чтобы все время быть с сыном, Елена решилась отказаться от карьеры. Игорь поддержал супругу. Вместе с Еленой он делил бессонные ночи, бесконечные поездки в больницу и другие проблемы. Скажи Елене, что супруг бросит ее после 20 лет брака, она никогда бы не поверила, вместе они жили, душа в душу, многое прошли. Может быть, поэтому женщина игнорировала тревожные звоночки. Позже она вспоминала, как в один момент Игорь отказался играть с ней в одних спектаклях, аргументировав это тем, что они и так постоянно вместе и дома, и на работе. Елена даже не думала о разлуке, когда Игорь собрал вещи и переехал жить к матери. Романова наивно думала, что все образуется, и муж обязательно вернется в семью, ему просто нужно отдохнуть, он устал. Но совместное интервью Костолевского с французской актрисой все перечеркнуло. После предательства супруга Романова долго не могла прийти в себя. В виде страдания матери, сын также перестал общаться с отцом. Позже Елена сама настояла на восстановление их отношений. Тем не менее, их общение не смогло стать таким, как прежде. В 16 лет сын Елены поступил в НГИМО, а после его окончания продолжил обучение в Голливуде. Из США парень вернулся с кардинально иным мировоззрением, проникся религией, начал преподавать ее в своем блоге и даже пытался просветить незнакомых людей на улице. Нынешняя супруга Игоря часто громко заявляет в интервью, что она его единственная любовь, и до нее в жизни Костолевского не было настоящих отношений. Странно, куда же делись годы, даже десятилетия брака. Чтобы доказать супругу, что и без него она чего-то стоит, Елена нашла в себе силы вернуться к работе. Сейчас она имеет плотный график в театре, снимается в кино и сериалах. Романова признается, что ей даже очень приятно чувствовать себя самой собой, а не быть всего лишь приложением Костолевского. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.